Всем привет! Сегодня мы будем делать солевую грелку. Она делается из ацетата натрия. Соляная грелка делается из ацетата натрия, который можно получить в домашних условиях при помощи смешивания соды и обычного столового уксуса. Но это, во-первых, запах, во-вторых, выпаривание. Нудный и длительный процесс. Самым оптимальным вариантом является использование соды и 70% уксусной эссенции. Однако она не самая дешевая составляющая для ацетата натрия. Мы посчитали, что экономически выгоднее будет купить готовый ацетат натрия или натрий уксусно-кислый безводный. Сейчас мы будем готовить наш раствор для чего? Для солевой или химической грелки. Абсолютно верно. На 200 грамм безводного ацетата натрия добавляем 170 грамм воды. Добавляй, Даша. На водяной бане теперь его размешиваем. Размешали. Входи, активатор. Теперь заливаем в грелку перенасыщенный раствор ацетата натрия. Если согнуть наш активатор грелки, то он выведет раствор из равновесия и станет центром кристаллизации. А раствор ацетата натрия перейдет из жидкого состояния в твердое. Такой переход сопровождается выделением тепла и грелка разогревается до 54 градусов Цельсия. Это все мы сейчас покажем. Чтобы солевая грелка была красивее, добавим зеленый краситель. Время работы грелки составляет от 2 до 4 часов, в зависимости от ее размеров. В холодную пору такой грелкой можно обогреть руки, положить ее в спальный мешок, использовать для иного обогрева. Перед активацией грелки раствор ацетата натрия необходимо охладить до комнатной температуры. Активаторы для грелок мы тоже делали самостоятельно из различных бытовых предметов. Если это видео наберет много просмотров и лайков, мы покажем как делать активаторы. А теперь давай проверим нашу солевую грелку. Давай попробуем солевую грелку, где активатором является пружина растяжения. Пошло? Постал. Прикольно, какой цвет получается. И давай испытаем теперь солевую грелку, где активатором является заколка для волос. Пошло? Да. Действительно, оно как снег горячий. Следующий эксперимент у нас будет, точнее один из следующих экспериментов, у нас будет горячий лед. После активации грелки проведем замер ее температуры. Покажу 31. Кладем датчик под грелку. Грелка многоразовая. Чтобы ее восстановить, необходимо поместить ее в горячую воду температурой около 80 градусов и продержать минут 20. Зафиксировали нагрев до 52 градусов Цельсия. Получился эксперимент? Угу. Всем пока. Пока.